полсотни черешни и столько же полсотни сливы. Ничего себе. Было 500 яблони вот здесь вот здесь, да, они стоят все это, мы просто выкорчевали. То есть можно сделать мансарду? Да, да. Я хотел там бильярд написать, туда по волоке было, знаешь, то же самое. Мне нравится, что по кровли, по всем навесам здесь предусмотрены водостоки, поэтому вода вся будет уходить по направлению. Вот сколько деревьев класс. Здесь получается еще и обалденный сад. Помимо того, что есть ресторан, магазин, есть еще и вот такой вот бомбовский сад, очень классный. Кстати, ухоженный, за ним видно, что следят, подрезают. А вот он такой дружелюбный. Я зашел, первый раз он мне ногу обнял, а вот смотрите, замечательный пес. Всем привет, друзья, снова с вами я, Иван Андреенко, и сегодня мы вместе с вами едем смотреть дом для наших уважаемых клиентов. Дом находится в 12 километрах от города Славянск на Кубани. Немного позже по ходу ролика я вам все расскажу, точную локацию, что где находится. Ну а сейчас, друзья, присаживайтесь поудобнее. Давайте вместе с вами досмотрим сегодняшний обзор до конца, и вы напишите свои впечатления, комментарии о сегодняшнем доме. Друзья, судя из описания, дом достаточно большой, для большой семьи. Есть где разгуляться во дворе. И также, в дополнение, если вы планируете переехать и заняться бизнесом, этот вариант вам точно должен подойти, потому что там есть банкетный зал и продуктовый магазин. В шаговой доступности есть остановка общественного транспорта, откуда забирают детей в школу, автобус. И также можно добраться в детский сад в районе 5 километров от этого дома. Друзья, присаживайтесь поудобнее. Давайте начинать сегодняшний обзор. Друзья, давайте начнем сегодняшний обзор с улицы. Сейчас я вам покажу границы участка, ну и посмотрим на дом с различных сторон. По соседству у вас в конце участка находится прекрасный банкетный зал и продуктовый магазин. Поэтому, если вы планируете переехать и заняться каким-то своим бизнесом, у вас такая возможность будет. Можно в нагрузку докупить вот это замечательное здание и с удовольствием заниматься своим делом. Граница заканчивается у нас как раз по кирпичному столбу, как мы видим. И пролет у нас полностью профильный. Мне нравится, что сочетается по цвету и кровля, и забор. Состояние забора здесь хорошее. Сейчас отсюда тоже покажу вам, как все это выглядит. Вдоль всей улицы проходит пешеходный тротуар. Вот здесь уже на Топтале. Сегодня снежная такая красивая погода предновогодняя. Справа проходит асфальтированная проезжая часть в отличном состоянии. Здесь ходит и маршрутный транспорт. Остановка, кстати, буквально 400 метров от дома. Также со связью здесь проблем не будет. Вот напротив находится телерадиовышка. Поэтому здесь в этом плане все хорошо. Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас с другой стороны участка. Здесь сразу мы видим от входа огромный навес. Очень большой. Если не ошибаюсь, это поликарбонат. Ну, изнутри подойдем тоже посмотрим. Высокий забор. Визуально абсолютно ничего не видно, что происходит во дворе. Мне нравится, что по кровле, по всем навесам здесь предусмотрены водостоки. Поэтому вода вся будет уходить по направлению. Так, вот здесь улица уже идет. Сейчас я вам покажу. Съезд асфальтированный. Ну, а дальше грунтовка. Можно будет заехать с двух сторон. То есть первые ворота ралетного типа и вторые ворота уже заезд непосредственно в гараж. При заездах есть освещение. Это радует. И, кстати, граница у нас будет тоже по синему забору. Достаточно большой участок вместительный. Есть, где, в принципе, еще что-то построить. Если вы будете двумя семьями жить, пожалуйста, возможность такая есть. Дальше, кстати, идут поля. То есть улица заканчивается, если прямо проехать. Вот граница по синему забору. Надеюсь, камера передает, где он заканчивается. Здесь еще есть хозяйственные огромные ворота. Можно заехать и трактором, и чем угодно. Но, в принципе, видим с вами все сами. Сейчас давайте пройдем на участок. Вот здесь постараюсь вам показать гараж с улицы. По состоянию обязательно все это смотрим. Ну, здесь по кирпичу вообще все отлично. Не трещин, не по углам, не трещин, что немаловажно. Кровли везде одинаковые. Везде металлочерепица в синем цвете. В водостоке снигодержатели есть. Окна тоже везде пластиковые. Это не может не радовать. И по коммуникациям сейчас вам все тоже покажу и расскажу. Тут небольшой перекресток. Съезд на следующую улицу. В принципе, мне улица нравится. Хоть она и центральная. Но не так уж и много здесь ездят автомобилей. Поэтому, мне кажется, дискомфорта не должно быть. Классно, что магазин прямо рядом с вами. Выйти купить какие-то там продукты первой необходимости. Не составит труда. Друзья, не забывайте, что если планируете переезд, заранее можете позвонить по номеру, указанному ниже в описании. И задать все интересующие вас вопросы. Здесь, друзья, у нас есть домофон. Почтовый ящик, как положено. Так. Вот он какой встречает. Хозяин говорит, подкидывает то собак, то котов. Иногда к магазину. А вот он такой дружелюбный. Я зашел первый раз, он мне ногу обнял. А вот, смотрите. Замечательный. Да, так классно. Пусть пристает. Не скучно хоть будет. У вас получается три заезда, да? Полноценных. Так. Три заезда. Вот первый, скажем так, на углу. И здесь, кстати, весь двор в тротуарной плитке. За домом также везде плитка. Комфортно пройти. Давайте сразу с этой стороны покажу, а потом посмотрим общую площадь под навесом. Мне нравится, что цоколь здесь, как видим, облицован плиткой. Есть металлические отливы. В этом плане тоже делали качественно для себя. Кстати, плитка идет от дома до самого забора. Поэтому давайте пройдем до конца покажу. Тут вижу, немного плитка обвалилась. Ну, там под плиткой кирпич, поэтому ничего страшного. По углам. Это у нас гараж. По углам тоже фиксируем. Смотрим все внимательно. Здесь хорошо. По эту сторону у нас всего два окна. И установлена сплит-система. Кстати, обратите внимание, отливы есть даже над окнами. Сейчас давайте пройдем дальше. Нас сопровождает такой классный, дружелюбный пёс. Мне он сразу понравился. Опа! А у вас над поликарбонатом ничего нет? Просто поликарбонат и все, да? Не понял, навес? Да, да, да. Не, просто матовый поликарбонат. Ага, матовый поликарбонат. Ну, ферма тут такая, что можно и шифер стелить, да? Хорошая. Не, ну я специально делал 7-й ферму. Ага. Ну, хорошее состояние. А давно делали навес? Да, привычно уже лет 8 назад. Ага. Ну, только покрасить, в принципе, и все. И состояние хорошее. Да что ж-то, а? Вот. Короче, у меня сегодня появился друг. Сейчас посмотрим по лицевой части внимательно. Ну, кроме плитки, здесь, в принципе, нюансов никаких нет. Под окнами ни денег, речи, ничего. Мне нравится, что газ идет подземным способом, ничему не мешает. То есть ни при заезде никаких ограничений здесь не будет. Но тут, в принципе, и ворота можно даже отсюда сделать, да? Если надо будет. А они были здесь, они не нужны совершенно. Вам оттуда проще, да? Конечно. Здесь же бассейн стоит. А, прям здесь ставите бассейн, да? Конечно, большой, на 20 тонн бассейн ставим. Ого, 20 тонн. А вы его оставите или продаете отдельно? Ну, оставлю его в бассейн. А это два входа у вас в дом? Да, ну, этот не довел мне в дом. Просто там это, ложу бассейн, туда всякую фигнюр складываю. Ага. Ну, а изнутри дома можно, да, туда пройти? Конечно, конечно. А кожа здесь была старая. Я понял. А здесь фундамент здесь? А дом полностью кирпич? Полностью кирпич, полностью. Полностью. Так, а фундамент здесь лента идет, да? Ленточный фундамент, заливали. Ну, заливали, а ну, армировали, заливали. Понял. В сад у нас там это полсотни деревьев персика, полсотни чережни. Это сзади. Полсотни чережни и столько же полсотни сливок. Ничего себе. Было 500 яблок вот здесь вот здесь. Да, они стоят все это. Мы просто выкорчевали. А неприхотливое дерево это, ну, то есть. Ну, я понял. Я люблю я, короче, яблоко. Туман выпал, она в сетку пошла еще чуть-чуть. А персик самое неприхотливое дерево. Побрызгиваю только. А тут грунтовка далеко? Степа! Грунтовая вода. Близко нет? Здесь нет, а на огороде да. На огороде где-то на 2,20 глубина и уже как бы это, ну, вода конкретно. Ага. Так, ну, вы дом подымали, я смотрю, относительно участка, он выше. Это подымали, знаешь, в чем мы подымали? Двор, чтобы сделать хотя бы несколько градусов туда уплоть. Сток, да, а я вижу вот отверстие. Вот такая ступенька здесь еще туда. Просто когда делаешь с кирпича ступень, они замурованы там, потому что пришлось поднимать двор из-за плитки. Площадь 2,2 ракта, вот это 220 квадратных метров получается по плитке. Ага. Ну, тут сколько, я не знаю, машин даже если для сравнения, что к всем можно, да, поставить больших. Ну, ты знаешь, что легковой. А мы вот у меня вставали. Да не, побольше, наверное. Побольше? Так ты не развязываешь нурки. Идём. Так, сейчас я по участку пройду. А у вас септик здесь, на участке? Септик там, за домом, дальше. Там, увидишь, там туалет стоит, это такой, уличный. Ага. И вот на нем подним септик как раз. А какой объём, не помните? Объём 6 на 4. 6 на 4. 6 на 4, 220 глубина. 220. Голосы детонированы, всё это, сделано на две секции и по деревянным. А, двухкамерные. Фильтрация шла, там, хищная грязная. Понял, понял. Так, не развязываешь нурки. Так, здесь идёт вольер, да, я так понимаю. Это вольер у меня собаки были, ротвеллеры. Вольер им делал. Ротвеллеры, короче, выдерживает ротвеллеров, да? Вольер крепкий. Вот, а дальше. А вот это идёт колодец, это вода? Это нет, это септик вот для этого. А септик вот для этого. Ага, я понял. Оп. Ну, здесь проход к ресторану. А граница у вас будет проходить как раз по ресторану, да? А? Граница проходит по ресторану? Не понял. Забор. Граница отдельный адрес. Вот второй столбик от угла, вот второй, да? Ага. Но септик всё равно здесь ещё останется оттуда, да? Вот так вот идёт туда. От второго столба. Так же там. Ага. Ну, получается, короче, ну, по документам говорит, тут три участка. Вот так вот квадрат, вот где вот слива растёт, вот маленький деревень. Ага. Вот так квадрат, то третий участок получается, он отдельно тоже по документам, понимаешь? Я понял, ресторан отдельно, вот там где сливы отдельно, а вот это всё ваше остальное. А вот это, да, это тоже отдельно. Ага. До самого сетки до туда идёт. Понял. Получается 50 персиков, 50 слив. 50 черешек, ну, где-то около 50 черешек вот так вот всё это. Слава, 26 соток у нас вместе с домом. 26, да, выходит? Да, домом, да. Понял, хорошо. Какая глубина скважины или вы не пользуетесь? Вот 20. Сколько метров? Ой, много. У нас вот и вот ещё и скважина идёт. Ещё одна? А, вижу. Ага. Вот про эту скважину вообще ничего нет. Наташа. Так, а какая глубина вообще здесь вот этой скважины? Не помните? Нет, я помню, Наташ, около 11 метров. А, тут не глубоко, да? То есть копать здорово не придётся. Так, здесь получается антенны с плиты на этой стороне. Понял. Так, не развёзывай шнурки. Стёпа! Что ж ты будешь делать? Так, отливы, смотрю, вы везде, да, сделали? Да, конечно. Брось ты меня. Стёпа! Ну-ка, иди сюда. Иди на место. Так, здесь получается, ну, трещин ничего такого нет. Ему поиграться хочется. Так, туалет у вас сзади. Ну, это уличный там. Ну, уличный там же септик. Ну, уличный там септик, вообще-то. Не, я понял, я имею в виду септик общий с дома, идёт там же. Да, конечно. Так, сейчас покажу. Вот сколько деревьев класс. Здесь получается ещё и обалденный сад. Помимо того, что есть ресторан, магазин, есть ещё и вот такой вот бомбовский сад. Очень классный. Кстати, ухоженный, за ним видно, что следят, подрезают. Это немаловажно. Так, идёт канализация с дома. Вот прокопанная траншея. И выходит в септик, который находится в туалете. Объём у него немаленький. Если нужно будет обслужить, пожалуйста, ворота для заезда здесь тоже есть. Давайте с вами посмотрим на дом с этой стороны. Фиксируем с вами состояние стены обязательно. Но по кирпичу есть только налёт, соль выступила. А так ни трещин, ни повреждений нет. Мне нравится. Дом прям вокруг он абсолютно целый. Теперь идём с вами дальше. Здесь вот газа в этой стороне. И, как я понимаю, здесь находится газовый котёл. Ну, изнутри всё, планировку посмотрим, изучим. Здесь тоже по углам, по стенам. Надеюсь, камера передаёт очень хорошее состояние. Ну, ещё раз, друзья, сад. Сад очень большой. Забор у нас заканчивается по профилю. И с тыльной стороны проходит сетка рабица. Сейчас давайте вернёмся к дому. Ну, кстати, если купите ещё и магазин с рестораном, то ходить можно через свой участок. А так надо будет строить забор. Здесь навес у нас на кирпичной такой основе. Достаточно хороший. Ну, и вернулись к дому. Тут ещё есть два кота, товарищи вот этого пса. Давайте посмотрим с вами, что у нас внутри. А двери распашные, да, у вас? Двери вот эти распашные. Да, конечно. Можно обе, да, створки? Конечно. Кстати, а сколько у вас выходит, ну, вот по расстоянию до города, 12 километров? Это Славянск? Да. До центра Славянска, да. До центра. Тут два маршрута, с этой стороны, да, можно заехать? Да, да, да. Автобусы часто ходят? Ну, у них всех машин есть. Как это, по-моему, да, есть? Три раза в день с Рисового и три раза в день с Рисового. И три раза в день с Рисового. А, то есть Рисового, это вот там, да, вот я ехал поворотом был на Рисового? А если до моста, вот, четыре километра, там вообще каждый полчаса. До моста, это до крымского? Нет, нет, вот, здесь четыре километра до трассы. Понял. Так, а сколько до Крыма отсюда ездили? А дома прям? От дома, от дома сразу, да. Ну, хотя бы до моста. Подожди, да, она по восемьдесят, так, до моста. До моста. И там, наверное, девяносто. Нет, до моста я сразу скажу. Даже навигательный. Подожди-ка, если я сто десять, а это ближе сюда получит. Ну, пускай сотня. Ну, я понял. Ну, в среднем расстоянии здесь. Опять спокойно, со всеми летними пробками, часа-два с половиной, наверное, доезжали. Это максимум. Это с пробками. Ну, с пробками, да. Так, здесь у вас мебель, фасады остается все? Или по договоренности? Нет, мебель не остается. Остается кухня. Кухня, посудомоечная машина остается. Так, а тут фартук, вижу, есть, да, у вас плитка. Да, конечно. Удобство, свет тоже. Можно, да, я по хозяйничаю, включу, покажу. Все есть. Так, это по штукатурке, я с улицы не увидел. Это штукатурка, да. Потому что мы торопились, заходили сюда. У нас не досушили стены, да? Не досушили. Вот тут была кухня летняя, вот там, ну, такая старенькая, как-то сказал. Газ был туда запитан. Был газ туда запитан, кухня, как бы. А это мы пристроили, а тогда, я не знаю, как сейчас, сейчас говорят, быстро можно договориться. Но мы тогда, в этом деле, новички были, заявление подали на перенос газа. И нас поставили на очередь, и вот звонят, и говорят, а завтра у вас очередь газ переносить. А у нас тут еще толком не доделан, а куда нам деваться? И вы в торопя. И сюда отключили, сюда подключили. Здесь еще даже диты не было. Я понял. Правильно, через подключили мы? Мы готовили как? А мы готовили на вагонном газу. Это видно, что по штукатурке. А что по штукатурке? По штукатурке. С улицы я не увидел. Естественно, это понятное дело. А тут гипсокартон? Потолок, да. Гипсокартон. А перекрытие балочное? Перекрытие, да. Конечно. Там, короче, сделана конструкция крыши так, получается один зал 10 на 8, и 6 на 8, два зала получается сделана, стропилка сделана так, под вырезание окон, что второй этаж. То есть можно сделать мансардом? Да, да. Я хотел-то бильярдом, поставить его помоложем. Это шукатурка все. С этой стороны только в одном месте, да? По этой стене. По этой стене, да. Вот эта вот стена тут. Я понял. Но с улицы я там не увидел, я смотрел. Нет, нет, там все нормально. Так, радиаторы вот эти два, два кирпича весь дом. Радиатор первый и радиатор вот он второй. Ну да, вообще, ну да, тут у меня не было хватает. Просто положено, сделали, поставили. Так, сейчас окно покажу, это как раз вот на кафе, да, выходит на банкетный зал, прекрасный вид на откосы, все здесь ухо. Там код спит у нас. Код спит у нас. У котов всегда свое место. Так, здесь плитка. Просто фактура по дереву, я сначала думал, ломинать нет. Нет, это плитка. Плитка. Это одна из самых больших, да, комнат? Нет. Нет? Еще больше есть? Нет, больше нету, но... А домофон работает, кстати? Работает. А куда нажать, чтобы заработать? Все нажимает. Вот сюда? Пожалуйста. О, все видно. Ну это колития там. Все работает. Я понял. Так, а тут изолированная кухня, то есть можно полноценно закрыть, заготовить, запахов ничего не будет. А свет можно тут тоже? И то, что запаха. Тут можно даже... Вот где и вход, тут две семьи могут жить. Вот перегородку, там одна семья, здесь другая. А вот вход. Это с той стороны, да, что я видел? Да, да. Вы его закрыли? Да. А туда еще можно как-то попасть или нет? Куда? В тот вход? Вот там же дверь еще одна. Тут просто коридор, правильно? Коридор, да. Но он не доделает, там можно... Если две семьи кухни можно сделать там. В принципе, небольшая кухонька такая будет. Так, тут тоже изолировано. Тут уже все закрывается, да. А сейчас ту сторону давайте посмотрим, потом все сойдем. Тут тоже, да, гипсокартон потолок. Да, да. Здесь у меня. Это вот не смотрите, эта швабра. Я после операции пацанков не было. И рука у меня вообще не работа. Я это лучше, что не показывать. Я понял, это просто что, не показывать. Это швабра, когда мыли. Вот тоже, видите, это швабра, вот тарапнеча наша. Тут уже трещинка небольшая. Тут уже трещинка небольшая. Это по штукатурке. Это штукатурка. И она на нет сходит, вот она там меньше и меньше. И здесь вот чуть-чуть начинется. А может быть так штукатурить, да, а это у вас котельная. Сейчас пока по очереди. Я отсюда начнём. Это, дверь закрывается, в сунду. Здесь и здесь. Это котельный туалет. О, какую большую. Короче, у вас тут все комнаты такие большие, комфортные. Нет, так 4 комнаты, они поменьше. А это всё большое такое. Это на весь дом. На весь дом котел, да. Он идёт и на воду в кухне, в ванной, да, и на отопление? Да, конечно. Горячая вода, да, всё как положено. Фильтры есть. На тёплый пол, разводка тоже смотрю. Разводка и счётчик, всё есть. А счётчик где? Вот он там стоит на воду, счётчик. А, всё увидел. Ага, вот он счётчик на воду. Это надо, счётчик. Удобно, в одном месте сразу сняли показания. А на электричество на столбе уже новое? Там в коридорчике кто? В коридоре. Да. Там где закрыто? Да. Понял. Это тоже штукатурка. Тут гипсокартона нигде нет, да, это всё штукатурка. Потолок. Штукатурка, всё везде штукатурка. Вентиляционная вытяжка есть. Да. Кстати, для стиральной машины, это как постирочная полноценная. Тут и ладить можно. Да, да, да. На полу, плитка, полно, плиточка. Ну, только по косметике, только сделайте всё. Да, косметический ремонт нужен. Ну, потолок не течёт, я смотрю, хорошо, крыша, без нареканий. У нас новая крыша. А когда сделали? В 11, в 10-м году. В 10-м году, конечно. Потом снег просто ж не видно. Нет, металлопрофиль, металлопрофиль, да, у нас. Это основная ванная? Это ванная, да. Основная, с пола у нас плитка до потолка. Да, здесь вытяжки нету, не продумывайся. Ага, ну, вот вверху, да, кто не подказал, это от влаги, да. Выдумаешь, как делать, этого не будет. Ну, оно же, конечно, именно над ванной, поэтому... Естественно, естественно. Надо же куда-то деваться влаги. Радиатор отопления есть, сушилка есть. Всё, есть. Так, о, греет всё. Конечно, а как же. Бывает, перекрывают, кому-то не надо, не закрывать. Здесь не перекрываем, потому что вот из-за этого не перекрываем. Чтоб сушила, да. Да, сушила, да. Понял, так, сейчас я напор воды тоже открою. Напор у нас с этим. не сильно большой. И это, кстати, не только у нас из Петровского, у сестри. Так, а вы насос не ставили? Вот он станет у нас, у нас там, отдельно. И вот это он с насосом такой. Нет, сейчас покажу вам с насосом. Это естественно такой напор. Ага. Так, сейчас с насосом посмотрим. О, вот с насосом. Ну да, ну так, конечно, посильнее. А вода без запаха, без света? Без, без. Отлично. Нормально. Так, по плитке, в принципе, вопросов нет. Единственное, надо будет сделать отдушину, потому что влаги некуда деваться. У нас было трубу поменять еще сто лет назад, как бы никому не надо. Еще не меняли, да? А сейчас наше время не то ли, этого не делали. Это гараж. Это гараж. Какой он большой здесь. Да, огромный гараж. Большую машину не делали. У нас был спринтер, мерседес. Ага. Здесь без привода, да? То есть, руками поднимать. Почему? Есть привод? Конечно. Все, здорово. Самое главное, что тут нужно. И там с приводом ворота, и здесь. Ага. То есть, и под навесом вот эти, да, ворота? Конечно, тоже с приводом. Я помню. Пульта открываются, и здесь пульта открываются. Вручную, если свет отключили, туда вручную отключили. Ну да, да. Так, плафоны вижу есть, свет вывели. Все, есть. А сколько тут, 4 метра высота? Да. Где-то, ну прям хорошая высота. А здесь просто начали шпаклевать? Тут, а штукатурены и все. Это дорабатывали шпаклевку. Ага. Ну, правильно. А, это дверь, я понял, она закрывается. Да. Так, сейчас поднимусь. Надеюсь, я не слечу. Нет, не слетите. Это как раз можно лестницу сделать и внутри. Можно и тренировали лестницу делать нормальную, другую, совсем хорошую. Ага. Ну, как-то... О, утепление есть у вас. Тут десятка минвата. Да, здесь, в принципе, можно сделать полноценную мастерскую. Тут до балок, до верхних. Ну, где-то метра два с половиной. И тут сколько места. И там вот дальше место идет. Большая, конечно, крыша. Там места вполне хватает. Угу. Утепление главное есть. Пленка есть. И, кстати, не порвало нигде ничего. А почему должно порвать? Ну, у нас нормально там все сделано. Ну, да. На совесть сделали. У себя сделали. Как мы могли сделать. А какого года дом? Когда построили? Ээээ... В десятом, да, слава года, мы построили. А, то есть, вы все вместе сделанную кровля, то вы сказали в десятом. Конечно, все сразу. Все, я понял. У нас было четыре комнаты вот. Терек, тормозы, строили вот это. А то был старый маленький дом, да? Да, мы купили. Ну, ну, не скажу, что маленький. Пятьдесят шесть квадратов был он. А он там саман блок? Кирпич. Тоже кирпич, они не достроили кирпич. Это вот спальня. Тоже изолированная, я вижу. Да. Закрыть можно, можно. Не цепляться. Тут такой же ламинат. Да, ламинат. В принципе, абсолютно одинаковый. Так, если я сейчас справа, да? Телевизор сразу, раньше был телек. Можно будет поставить напротив. Сняли, сломался. Сняли. Рабочая зона, интернет подключили, да? Да, есть все здесь. Сколько абонентская плата? Не помните? Сейчас давно уже не подключали, потому что только игры играем. А так, в принципе, для работы у нас в магазине... А у вас антенна идет или именно волокно? Кабельный интернет? Флешка. А, от модема. Да, от модема. А не знаете, тут новый не проводили вот этот кабельный? Он и так хорошо будет. И так хорошо. Ну, тут у вас антенна, я увидел, стоит. В магазине плохо, здесь хорошо. Так, стены, здесь идут все, обои, потолок, шпаклевка, гипсокартун. Высота по всему дому сколько выходит? 2,80? Да, где-то так. Да, да, да. Так, по мебели что-то по договоренности, да, наверное? Да, конечно. Вот эти все моменты, кровать большая, хорошая. Так, и сейчас покажу вид с окна, туалетный столик. Это все один комплект, я так понял. Да, да, да. Сплит-системы остаются, да? Конечно, сплит-системы остаются. Здесь углы прекрасно просматриваются, то есть ровные, без всяких моментов. Нет, там все прекрасно. А вот гараж, вот угол гаража, получается. Да, да, да. Здесь тоже чуть-чуть промерзло, да, окно? Ну, здесь есть немножко, да, тоже чуть-чуть. Да, и откосы здесь вот есть. Это, получается, антенна идет, как раз к телевизору. Да, 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 да. Все, теперь дальше. Это основная хозяйская спальня, большая. А там сколько детей и семье? Ой, честно говоря, не знаю. Надо уточнить, много-немного. Здесь будет прохладненько, здесь мы не включаем. Это старый дом, который изначально был? Да, ну не сильно прохладно, но так. Это вот четыре комнаты здесь. Ну тут косметику надо по-любому, да, делать? Ну да, здесь, нет, не делали. А тут везде деревянный пол? Ну он, это, добротный, он на бетоне. А, там бетон и... Конечно, он на бетоне. А двери такие же, да, везде? Да, наверное, двери везде. Да, да. Косметика нужна по-любому. Печка была? Нет. Печка была там, в той комнате. А, ну это грубо, это грубо, греющая. Это грубо, да, да, да. Здесь штукатурка просто идет. И потолок по высоте. Да, здесь просто штукатурка, да. Пониже где-то 2,60, может 2,55. Ну, в принципе, тоже высота нормальная, стены ровные. Отличная высота, самый стандарт. Так, дальше идет спальня. Тоже комната, да. Отопление есть. Здесь ламинат уже в этой спальнике. Здесь ламинат, это детская комната. Обои посвежее чуть-чуть. Ну, это... Ну, здесь внук жил. Ого, стены. Да. Ого. Вот это я понимаю, здесь 60 сантиметров, наверное. Здесь два кирпича уже, кирпич был, и еще два кирпича мы оглажили. Я хочу вам сказать, что это, скорее всего, некачественного окна у нас. А установили близко к улице? Нет, просто так поставили, скорее всего. А то, что это не только у нас беда такая. Да. Не только у нас. У меня у сестры такая же ерунда. Мне кажется, окна такие некачественные далеко. Все может быть. Так, а здесь штукатурка, наверное, глиной соломой, да, как раньше делали? Нет. Что-то нет? Нет. Цементная? Нет. Ага. А внутри, вот стены, когда штукатурили, делали ремонт, тут гипсокартоном, да, выравнивали? Здесь, да. Здесь, да. А здесь у кирпича. А, и уличная стена, получается, по периметру выравнивали стены гипсоном. Да, да, да. Я понял. Так, идем дальше. А вот этой комнате? В этой комнате нет все кирпича. Так, здесь, да, здесь кирпич. И нет все кирпича. Ну, сюда же не заходим. Ну, я понял, у вас и там хватает места. Так, а зачем нам двоим-то? Вот, подруга. Ну, да. Вот уже подруга. Сегодня был здесь. Кто? А кот? Кот. А кто еще? Так, получается, это вторая спальня. Это зал, типа зала. Раньше зал был. Но сейчас, сейчас как спальня вторая. Именно в этой части дома. Это здесь спальня. Сейчас, потому что у нас гости были летом с севера, поэтому там размещали, здесь размещали. Родственники приезжали. Вот это, получается, греющая груба тоже идет. Была, да. Вот это угол, он прогревается, стены клеены обоями. Тут стены сухие, ровные, без трещин. Здесь вход, получается. Кто? Вход за этой стеной. Да, 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 вот там. Ага, вот он, коридор. Собака такая, я думала, где он есть. Радиатор, так, кузьма. Радиатор тоже есть, все греет, все работает. И прекрасно видно, стены здесь сухо. Да. Ну, коридор как бы не промерзать, ничего. Ну, там, мне кажется, просто слишком близко к улице поставили. Скорее всего, что да. Здесь, видите, как? Ну, да, здесь нормально, сухо. Здесь нормально, там нормально, здесь нормально. Там просто поставили. А это на лицевую сторону выходит. Да. Так, сейчас. Ого, большая штура. Сейчас подвину. Здесь тоже, в принципе, немного по углам. А здесь гипсокартона нет по стенам? Нет, нет, нет. Здесь тоже штукатурка, кирпич, ну да. Да, кирпич, кирпич здесь, здесь нет ничего. Вот. Последняя спальня. Они, наверное, раньше проходные были? Или вы не помните планировку? Нет, все так и было, как сейчас. Понял. Там печь была. Это стандартная дома. Вот все по хутору дома, все вот такой вот планировки. Все. И вы бы там достроили в 10-ом году? А мы бы там достроили вот то, что. Ну, кирпичный, нормальный дом был. Тут тоже, да? В принципе, для двоих здесь бетон нужно. Бетон и ДСП. Да. Положили. Да. Так, пластиковые трубы везде, отопление металлическое тоже нет. Убрали. Стены в обоях. Кстати, здесь стены, углы сухие. Ну да, кстати, если бы сырели прям вообще углы... Нет, 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 это только вот неправильно поставлено. Я знаю, это брак в работе этих окончиков. Мы с ними судились даже из-за дверей. А, тут сухо. Вот это уличная стена. Из-за ворот, из-за дверей мы с ними судились. Тут хорошо, я понял. Короче, прохалтурили, да? Конечно. Ну что, друзья, спасибо огромное, что вместе со мной досмотрели сегодняшний ролик до конца. Обязательно пишите свои комментарии, впечатления о сегодняшнем обзоре. Ну и давайте кратко подведем итоги по дому. Внутри нас ждет три изолированные спальни. Также дом можно будет удобно разделить на две половины и жить двумя семьями, если у вас есть такие вот планы на будущее. Ну а так дом большой, отдельно котельная, отдельно совмещенный санузел и также огромная кухня-гостиная. К дому подведены все необходимые коммуникации, центральное газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение. Есть своя скважина, также на участке есть вольер для собак и огромный плодовый сад в районе 100 деревьев, если брать в общей сложности. Нравится вариант в том, что можно приобрести дом и в дополнение купить свой бизнес, банкетный зал и продуктовый магазин. В этом районе продуктовых магазинов не так много, поэтому я думаю, что спрос должен быть. Но это лично мое мнение, вы пишите, конечно же, свои комментарии по этому поводу. Ну и друзья, по расстоянию до Славянска здесь 12 км, до трассы буквально 5 км, с которой вы можете добраться и на Черное море, и на Азовское море. Если ехать на Черное, здесь приблизительно в районе 75 км и Азовское плюс-минус такое же расстояние. Кто здесь бывал, также пишите свое мнение, отзывы. Как вам такой тихий, уютный, спокойный хутор? Лично мне такой вариант нравится, потому что здесь не шумно, здесь спокойно и недалеко, в принципе, крупный город. Друзья, давайте немного расскажу о том, как мы работаем. Если вы планируете переезд на юг, а именно в Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовскую область и в ближайшем будущем Крым, вы можете позвонить по номеру телефона, указанному ниже в описании, и задать все интересующие вас вопросы касаемо переезда, покупки, продажи недвижимости. Наши менеджеры грамотно вас проконсультируют и помогут в любом аспекте этого нелегкого дела. Друзья, надеюсь, вам понравился сегодняшний обзор. Поддержите нас, пожалуйста, лайком, обязательно пишите комментарии, потому что мы все комментарии читаем и обращаем на них внимание. Подписывайтесь, кто не подписался, ставьте колокольчик. Всем до скорого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok